МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпускники 2023. Длинные уроки и учитель строгий остаются в прошлом. Школьный вальс и добрые пожелания педагогов. Добрый путь, выпускники! Раскрасят город цветами. Маргаритки, колокольчики, бегонии. В этом году посадили 25 тысяч почти цветов. Где оформят самые красивые бавлинские цветники? Притяжение музыки. Вечер третий. Пристукивание каблучков, цыганские ритмы, испанские мелодии, старинная музыка, пролежавшая на музейных полках столетия. С какими эмоциями ушли зрители? Здравствуйте! В эфире новости Юго-Востока Татарстана. О самом важном и интересном расскажем в сегодняшнем выпуске в студии Екатерина Машенцева. Последний звонок прозвенел сегодня во всех школах Альметьевска. 21-я школа провожала во взрослую жизнь единственный 11-й класс. На торжественной линейке присутствовали ученики кадетского класса, педагоги и родители. Первоклассники поздравили выпускников творческими номерами. Малыши, у которых за плечами только один год обучения в школе, провожали сегодня выпускников. На торжественной линейке в 21-й школе собрались родители, педагоги и ученики первых, девятых и одиннадцатого класса. 11-й класс, дорогие, вы сильное звено, которое осталось у нас после того, как несколько человек ушли в среднее учебное заведение. Мы вам тоже желаем ни пуха, ни пера. Пожалуйста, выберите правильный свой путь, чтобы ваша любимая работа действительно в будущем была любимой. Один из девятых классов в школе кадетский, и его выпускники подготовили несколько творческих номеров, в их числе кадетский вальс. И, конечно, на последнем звонке не обошлись без традиционного вальса выпускников. Поддержать детей в этот волнительный день пришли родители, а тем из них, кто активно участвовал в жизни школы, вручили почетные грамоты. В числе награжденных родителей Ирина Назмудинова. Старший сын женщины оканчивает девятый класс. Собирается поступать в нефтяной колледж. На протяжении всех девяти лет она возглавляла родительский комитет. Мы с этим классом, с первого класса вместе, мы везде с ними во всех конкурсах, во всех мероприятиях, всегда везде сопровождаем. Наверное, поэтому заслужила. В этом году в 21-й школе выпускается единственный 11-й класс. По словам старшеклассников, годы обучения были наполнены радостными и незабываемыми событиями. Они надолго останутся в памяти ребят. Я приобрела очень много друзей, знакомых, наставников в виде учителей. Это бесценный опыт 11 лет обучиться в этой школе. Дарья Растегаева, кроме общей образовательной школы, окончила художественную и теперь готовится к поступлению в Санкт-Петербург. Мечтает быть мастером кисти. А ее одноклассник Артем Черников планирует стать студентом Казанского вуза. По словам юноши, в этот день он испытывает грусть от расставания со школой, но верит, что впереди его ждет только светлое будущее. Испытываю счастье и грусть одновременно. Я в этой школе 11 лет все-таки отучился. Всех учителей знаю, со всеми хорошие отношения. Но время пришло, школу заканчиваю. Немного грустно, но впереди, надеюсь, будет только лучше. Чтобы мечты Артема Черникова и всех выпускников сбылись, в завершающей части линейки ребята по традиции загадали желания и выпустили воздушные шары в небо. Всего в Альметьевске выпускается 2378 школьников из 9 классов и 788 из 11-х. Елена Баурова, Леонид Залятов, Новость Юго-Востока. Последний звонок прозвенел и для школьников Ознакаева. Трогательный и важный момент для сотен выпускников. Это не просто символ окончания учебного года, но и рубеж, который отделяет детство от юности. Репортаж Аллы Фахразеевой. Долгожданный день для сотен выпускников школ города. День, к которому тщательно готовились. Есть праздничное настроение сегодня во всех учебных заведениях. Раз, два, три. Не менее волнительный и трепетный этот день и для учителей. Для них последний звонок праздник и радостный, и грустный одновременно. Я хочу пожелать им ехать на зеленой карете по ровной дороге жизни. И чтобы на перекрестках судьбы им всегда горел зеленый свет. Последний звонок сегодня прозвенел и для девятиклассников. Поддержать детей пришли родители не только. С окончанием учебы школьников поздравил и глава района Марсель Шайдулин. В этом году у нас выпускается 212 выпускников. Это 11 классы. И в пятой классе у нас 692 выпускника. Это в пятой классе. Поэтому мы от всей души, от всех руководителей города и района поздравляем наших выпускников. Теперь уроки и домашние задания позади. Но расслабляться еще рано. Школьникам предстоит сдать выпускные экзамены. А пока торжественные линейки и прощальный вальс. Алла Фахразиева, Рустам Акбиров, Алмаз Иксанов. Специально для УВТ-24. Последний звонок прошел и в Лениногорских школах. Выпускники попрощались с детством и вступили во взрослую жизнь. Вместе с ними окунулась в праздничную атмосферу торжественного дня и наша съемочная группа. В гимназии номер 11 последний звонок прозвенел для 59 девятиклассников и 18 учащихся 11 классов. В этот праздничный день ребят поздравили учителя, близкие, первоклассники и глава района Регат Хусаинов. Хотелось бы вам, дорогие наши выпускники, пожелать успешных экзаменов. И самое главное, чтобы вы уже определились, где, в каких учебных заведениях хотите дальше учиться, чтобы вы определили свой жизненный путь. Звучали песни и стихи, но главным украшением праздника стали танцующие пары. Парни в костюмах и девушки в ажурных фартуках фальсировали во дворе гимназии. Аделина Самигулина – выпускница 11 класса. В 11 гимназии обучается с 7 лет. Любимый предмет – биология. К ней у Аделины непреодолимая тяга. О планах на будущее говорит уверенно. Цель – стать успешной. После сдачи экзаменов девушка решила связать жизнь и профессию с медициной. В своих силах выпускница уверена. Что бы ни происходило, я все равно буду спать по одноклассникам, по учителям, по коллективу, по школе. Все 11 лет пролетели как один день. Последний звонок бывает лишь раз в жизни учеников, но не раз в жизни учителей. Каждый новый класс – это история и неизбежное прощание. Эмоции переполнили. Душу мою, сердце. Класс у меня дружный, веселый. Всегда придут на помощь друг к другу. Никого в беде не бросить. Это уже проверено. Проверено временем, проверено годами. Впереди у ребят единый государственный экзамен. Выпускные вечера и начало новой взрослой жизни. Марина Алтунина, Роман Богатов. Новости Юго-Востока. И к другим темам. Пьяная езда еще и без прав до добра не доводит. А вот до скамей подсудимых вполне. 18-летний нетрезвый водитель в компании несовершеннолетних друзей совершил ДТП. Водитель автомобиля «Черри Тига», находясь в состоянии алкогольного пьянения, также не имея права управления транспортным средством, нарушил скоростной режим, превысил допустимую скорость, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. В 4 утра владельцы дома обнаружили не только отсутствие забора, но и свою пострадавшую машину. Пассажиры получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. А водитель, который на момент аварии еще не получил прав, сначала вытрезвитель, а потом давать показания. Лихачу предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном двумя пунктами второй части 264 статьи Уголовного кодекса. Максимально возможное наказание – до 7 лет лишения свободы. Это адрес нашего сайта, на котором вы найдете еще больше новостей. Если у вас есть интересная тема для нового выпуска, вы хотите рассказать о проблеме или оставить комментарий, пишите нам в соцсетях и напрямую в мессенджере WhatsApp. Сделать это можно и в Телеграме через удобный чат-бот. Найти ссылку сможете на нашем канале в мессенджере в закрепленном сообщении. Это еще не все, и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Раскрасят город цветами – маргаритки, колокольчики, бегонии. Где оформят самые красивые павлинские цветники? Притяжение музыки – вечер третий. Пристукивание каблучков, цыганские ритмы, испанские мелодии. Старинная музыка, пролежавшая на музейных полках столетия. С какими эмоциями ушел зритель? Образование может и должно быть стильным. Новая лаборатория, доска с сенсорным управлением, современный дизайн. Все это приходит в обычные общеобразовательные организации. С начала года в восьми школах Юго-Востока появились классы для углубленного изучения предметов. Один из самых новых – кабинет физики в Альвитинской школе номер 11. С появлением класса помогли нефтяники. С какого пара мы с вами начинаем повторять? Все, хорошо. Давайте. Что это такое оптическая сила линзи? Один из первых уроков в новом кабинете. Со стен у учеников теперь смотрят Ньютон, Штейн, Ломоносов. В прошлые годы, когда в школах появились тематические классы, изменения были больше косметическими. В этом году единый дизайн, капитальный ремонт и оснащение. Мне кажется, что как-то новые кабинеты, вся эта новая хорошая индустрия, она очень сильно развивает образование. Первыми, кто побывал в новом классе, стали те, кто этот класс буквально строил. В ноябре прошлого года руководство школы подало заявку на гранд-компанию «Татнефть» и список обязательных работ включал в себя все. Замену напольного покрытия, потолков, окон, мебели, водопровода, проводки, освещения. Наши ученики имеют возможность в дальнейшем получать образование в комфортабельной среде, так скажем. А благоустроены и оснащены в кабинете. В 2022 году в программу грантовой поддержки нефтяников попало 33 школы в разных районах Юго-Востока. В новом учебном году в проекте 18 учреждений региона и 3 в Тольятти. Наши воспитанники, наши дети, в том числе педагоги, получают эстетическое удовольствие, увидев после завершения ремонтных работ такие вот классы. Также в программу ремонта вошло и оснащение. Если это берем класс информатик, то, конечно же, оснащение компьютерами. То, какое удовольствие ученики получают от нового кабинета, лучше расскажут они сами. Больше красок появилось до этого. Кабинет был скучноватым сейчас. Больше красок, больше возможностей, можно так сказать. Формула есть, помогает. Это будет как шпаргалки. При заявке на грант каждая школа сама решает, какой профильный класс ей нужен. Например, в Азнакаеве с их лабораторией по клонированию деревьев руководство решило сделать упор на биологию. В Челнах и Нижнекамске на химию. Половина класса, если занимается, решает задачу, теорию, да, делает, а здесь уже практические занятия проводятся учителем. Учитель находится в это время здесь с детьми, а там уже лаборант. Кроме ремонта в системе грантовой помощи предусмотрено участие в капитальном ремонте школ, капремонт санузлов образовательных учреждений и адресная помощь педагогам. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. В детском саду номер 58 Альмитевска состоялся муниципальный конкурс Минбахатле Гэлян-Бэлян, который проводится в районе почти 20 лет. С каждым годом количество участников увеличивается. Семьи демонстрируют традиции и обычаи, которые передают из поколения в поколение, делятся секретами приготовления фирменных блюд, представляют творческие номера, рассказывают о семейных ценностях любви к родному языку. В финале конкурса приняли участие шесть семей. Каждая из них уникальна по-своему. Среди них есть семья композитора, лауреата премии имени Тукая Роберт Андреева, семья артистов, учителей, нефтяников. Надеемся, что конкурс поспособствует укреплению семейных связей и преемственности поколений, сохранению и приумножению культурных традиций. На этот раз конкурс был посвящен Году национальных культур и традиций и Году педагога и наставника. А в Зайнске большую профориентационную программу учебного года в школе номер 7 завершил фестиваль «Примерь профессию». В течение года школьники знакомились с разными сферами деятельности и в итоговом мероприятии решили показать все, чему научились. Вот, это соляная кислота в домашних условиях. Сначала мы попробуем сделать проект с ней. На фестивале «Примерь профессию», которую прошел в Зайнской школе номер 7, были представлены самые разные профессиональные сферы, с которыми ребята знакомились в рамках школьной программы. Каждый класс представил проект, результаты которого можно было увидеть на выставках. Профессия токаря, лаборанта, стилиста, кондитера, музыканта. Этот фестиваль дал возможность каждому школьнику попробовать себя в самых разных профессиях, чтобы в дальнейшем определиться с выбором. Дошкола – это очень полезно для школьников. Они, так сказать, уже до конца определяют, что им надо. Они слегка обдумывают, что им надо. А здесь уже они поставят жирную точку, примерят себя в разных отраслях. В рамках профориентации школа номер 7 заключила соглашение с университетом талантов и ведущим заинским предприятием «Зайнской ГРЭС». Благодаря этому дети уже в школе имеют возможность знакомиться с профессиями энергетического отрасли. Здесь организован инженерный класс. Наши специалисты, мастера приходят сюда, дают мастер-классы, показывают, как нужно работать, рассказывают о преимуществах профессии энергетика. В актовом зале для старшеклассников прошла встреча с преподавателями Зайнского политехнического колледжа, где им рассказали, каким профессиям можно обучиться, не уезжая из родного города. На «Зайнской ГРЭС» будут наши ребята. Повар-конгитер тоже очень востребованная специальность. Такой фестиваль прошел в школе впервые, но здесь хотят сделать его постоянным. «Дети очень заинтересовались, и всегда практическая часть, когда они могут что-то попробовать, их всегда увлекает и вызывает наибольший интерес, чем теория. Практика всегда интереснее». Организаторы фестиваля надеются, что и к примеру последуют и другие учебные заведения. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. 20 отрядов школьников и студентов преодолели пешком трассу с препятствиями протяженностью 3000 метров. Все они участники военно-патриотической игры «Зорница», которая прошла в Альметьевске в обновленном формате. Молодые люди соревновались в стрельбе, хождении по канату, сборке и разборке автоматов. Вместе с ними по маршруту прошла Елена Бауэр. «Номер 9. Узнаете на каком пункте? Первый, восьмой, да? На восьмом пункте узнаешь координаты девятого пункта. И так далее. Всем понятно?» По легенде, перед отрядами бойцов стоит задача – провести разведку опорных пунктов и ликвидировать огневые точки противника. Всего их 10. Узнать координаты следующей можно только в случае успешного прохождения предыдущей. «54-926,6. 526-2, здесь. И 52-274-6». Заветные цифры школьникам и студентам дают представители опорных пунктов. В их роли педагоги школ и подростковых клубов города. Они же объясняют участникам задачу на своей точке. «Участники стреляют в мишени с расстояния 10 метров. Если они попадают, они продвигаются дальше. Если они промахнулись, то у них штрафной клуб». С 10 метров стреляли не только школьники и студенты. К ребятам присоединился глава Альмитского района Тимур Нагуманов. Следующее испытание – хождение по натянутыми между деревьями канату. Нужно пройти по нижнему, держась за верхней. Пока одна команда идет по канату, другая уже добралась до следующей точки, где их ждут новая легенда и задача. «У нас был поврежден опорный пункт. Задача разобрать и собрать автомат Калашникова». Успешно пройдя все опорные пункты и выполнив все задания, команда седьмой школы пришла первой. Ребята обошли соперников, даже имея штрафные баллы. «Мы побегали, попрыгали, покидали гранаты, немного постреляли. Канаты были интересные. Должны были быть противогазы, но у нас их не было, мы бегали в штрафные круги». Вторыми стали ученики десятой школы. Чтобы оказаться в числе призеров, старшеклассники начинали готовиться заранее. «Настраивались, мы сказали, будет нелегко, надо будет работать, настраивались на победу». Среди СУЗов первыми стали студенты колледжа Кио. Победителей и призеров наградили медалями. Елена Баурина, Розалятов, Новость Юго-Востока. Цыганские ритмы, задумчивые мелодии русской гитары и энергичная музыка Испании – это услышали гости концерта фестиваля «Притяжение музыки» в Альметьевске. Бурные эмоции публики вызвала неповторимая фламенко от группы «Фламенкура» в сопровождении живой авторской музыки. Аплодировала и наша съемочная группа. Задумчивая и грустная музыка звучит на сцене Дыканевчи. Предпоследний концерт фестиваля «Притяжение музыки» посвятили русской гитаре. Заслуженный артист Татарстана и Дагестана Айнур Бегутов открывает выступление программы «Забытые страницы гитарного наследия». Мы будем играть с моим партнером, другом Валерой Ксенофонтовым, музыку, забытую давно. Музыку, которая пролежала на музейных полках практически два столетия. И мы в рамках проекта 150-летия Андрея Осипович-Сихра «Забытые страницы русской гитарного наследия» как раз-таки поднимаем эту музыку, доносим ее до широкой музыкальной аудитории. В руках музыканта непривычная для обывателя гитара начала 20 века с двумя грифами. Айнур Бегутов рассказывает, что именно на таких играли представители русской гитарной школы. Благодаря второму грифу инструмент звучит богаче. Мы постараемся передать посыл. Посыл русской музыки и русской традиции исполнения на семиструнную гитару. Я думаю, что это очень важно в условиях того, что сейчас происходит по отношению к русской культуре. И русская семиструнная гитара является огромным пластом русского достояния в плане культуры. Следующим было выступление дуэтом с солистом Самарской филармонии Валерием Ксенофонтовым. Перерывы между отделениями. Зрители делились эмоциями от выступления коллективов. Мне нравится веселая, энергичная музыка. Но, тем не менее, сегодня на концерте я тоже получила удовольствие от спокойной, умиротворенной музыки. В городе выстребована эта музыка, потому что это заметно по публике, заметно по тому, как реагирует и по тому, как наполнен зал. Второе отделение начинается. Зал погружается во мрак. Звучат первые аккорды. Постепенно вступает перкуссионист. Вторая гитара – скрипка. Фламенко группа «Фламенкура». Дебютант в Альметьевске представляет свою сольную программу. На дне работают перкуссионист Сергей Коняев, гитарист Константин Ушаков, мультиинструменталист Геннадий Лаврентьев. В этот вечер играет на скрипке. И руководитель Алексей Стародубцев, который вспоминает, как увлекся такой музыкой. Я попал в Испанию на шоу «Фламенко» и увидел там, я уже занимался гитарой, учился в училище музыкальном на композиторском факультете. И услышал просто, как играет такой гитарист Альперло. И увидел их шоу, в общем-то загорелся, и вот с этого дня я гитару не оставлял. Своё маленькое испанское шоу устроили музыканты и для альметьевцев. Танцовщица «Фламенко» Марина Коробко срывала овации зала. Хотя для самих музыкантов в обмене энергии со зрителями важно другое. У нас такой немножко нестандартный подход. Нам не так важно, чтобы зрители очень бурно реагировали. И для нас не так важны, грубо говоря, аплодисменты, а больше важна некая философская составляющая. Чтобы после концерта зритель ушёл и подумал, в общем-то, о чём-то сокровенном для себя. Не знаем о сокровенном, но многие зрители ушли с выступления с желанием побывать на нём снова. А темой заключительного концерта фестиваля станет рок в симфонической обработке. В Альметьевске продолжается реставрация арт-объектов, созданных в рамках программы «Сказки о золотых яблоках». Обновление произведений прошлых сезонов может занять время у художников практически до конца сезона финального. Начали творцы с индустриального сквера, затем перешли на улицу нефтяников. В минувшие выходные обновление получило произведение «Алтенщеч» и «Каракуз». Оно находится в подземном переходе на улице Ленина, недалеко от ДК «Невче» с 2019 года. За несколько часов реставраторы стёрли с арт-объекта надписи, восстановили повреждённые участки, подобрали нужные цвета и теперь работа как новенькая. Яркими красками запестрели клумбы бавлов. Этим летом на улице города высадят более 20 тысяч цветов. О том, какие растения будут радовать жители и как за ними ухаживают, увидела наша съёмочная группа. Бархат, цепитунии, сальвии, колиусы – более 30 видов разных цветов займут свои места на клумбах и цветниках города. Впервые в этом году на клумбы будут высажены бегонии, маргаритки и колокольчики. Это все те растения, которые хорошо себя чувствуют в климатических условиях нашего региона. Всего в городе насчитывается около 50 цветников. В этом году посадили 25 тысяч почти цветов разных видов. Это у нас цинерарии есть, целозии, потом агератумы, астильвы. Они у нас вышли нормально, если бы, конечно, не такие жаркие погоды. Там некоторые и погорели, но в основном так сидят. Работы начались на этой неделе. Всего на них отводится в среднем около 3-4 недель. Вначале на клумбе идёт прополка и разрыхление почвы. Затем растения сажают в лунки. После высадки специалисты продолжают наблюдать за их ростом, контролировать полив и уход. Очень нравится парк, очень нравится, когда цветы высаживают. И очень приятно следить, когда возле дома в полисадниках сажают цветы. Сейчас очень многие дома стали ухаживать за своими придомовыми территориями. Очень красиво, когда цветы есть. Уж мы все, женщины, любим цветы. Самые красивые цветники оформят возле центральной площади. На улицах появятся и цветники в горшочках. Яркие клумбы будут радовать жителей до поздней осени. Альгулия Диатулина была от Менезов. Новости Юго-Востока. Хотите больше новостей? Заходите на наш сайт. Новости в удобном формате найдете в нашем Телеграм-канале, где вы можете поделиться вашими новостями, задать вопрос или оставить комментарии. ЮВТ-24 всегда на связи. Написать нам можно в соцсетях и по мессенджеру WhatsApp. А мне остается попрощаться с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова